Андрей Рыженко, эксперт-центр обороны и стратегии, капитан первого ранга, запаса ВМС Украины, с нами на связи. Андрей, приветствуем вас, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Андрей, действительно, в материале наша коллега очень детально рассказала о тех поставках, которые планируются в ближайшее время. В ближайшее время это месяц-два, скажем так, это не означает, что завтра они прибудут в Украину. Хочу вас все-таки спросить, понятно, что важны были поставки тех же «Леопардов-2», это те машины, которые, я напомню, есть у 18 стран, на самом деле, хотя не все готовы их и поставлять. Я хочу тогда у вас сразу вам задать вопрос, который очень часто обсуждался в западных СМИ, о том, что процесс затягивался, на самом деле, из определенных опасений. Мы сейчас не по каждой отдельной стране, мы говорим в общем, да, опасения, что поставки таких танков приведут к эскалации конфликта. Насколько такое опасение есть оправданным, по вашему мнению? Ну, опасения действительно такие были, и если взять вообще историю, скажем, вот агрессии России против Грузии, против Украины с 2008 года, мы помним, что западные страны, они очень аккуратно подходили к оценке ситуации и к активным действиям. Ну, в Грузии, мы помним, в общем-то, реакция фактически была, ну, слабая. И тогда Украина помогла, в общем-то, во многом, и президент тогда летал, наш Украин, и туда, в общем-то. Когда началась агрессия против Украины, а это началось в феврале 2014 года, мы помним, что, в общем-то, тоже, ну, ситуация, особенно с вхождением российских войск в Крым, когда началась эта аннексия, тоже подходили очень-очень аккуратно. Хотя, в принципе, санкции тогда пошли с самого начала, но санкции, они были такие скорее, ну, скажем, формальные, чем действенные. Хотя, хотя тоже, в общем-то, они тогда работали. Вот. А сейчас, когда дело касается оружия, то, в общем-то, ну, во-первых, на Западе, особенно, когда это касается стран НАТО, вопросы коллективного решения, они очень важны. То есть, там голос каждого, он учитывается, и если нет четкого понимания у каждого, то решение не принимается. А учитывая очень серьезную зависимость стран Запада, Европы от России в плане энергетических ресурсов, нефть, газ и поставок сырья, то можно понять, что, в принципе, Россия фактически формировала экономику многих этих стран. Поэтому вот такие опасения и были. А тут, в общем-то, это оружие, оно очень чувствительно для реализации вот этих вот планов по захвату, по военному захвату Украины. Поэтому такая ситуация была. Что поменяло? Поменяло, в принципе, ну, визуализация того, что Россия делает в Украине. Захваты городов, уничтожение. Мы помним, когда приезжали руководители стран Запада, приезжали в Ирпень, приезжали в Бучу, приезжали в другие вот эти вот небольшие города вокруг Киева, приезжали в Харьков. И когда они смотрели, что реально происходит по результатам, значит, нахождения российских войск, по результатам их военной агрессии, то, в общем-то, у них отпадали какие-либо сомнения. Вот. Ну, это, в общем-то, политика, и она, в общем-то, требует времени и дискуссий. Это основа, ну, в общем-то, того, как эти политические решения на Западе принимаются. Но тут очень важна и наша позиция, потому что нужно активно работать, ждать просто так. В общем-то, тоже нельзя. Нужно убеждать, нужно проявлять какую-то настойчивость и так далее. Я думаю, что, в общем-то, сейчас, ну, вот это как раз было продемонстрировано. И вот благодаря вот тесному взаимодействию удалось Украине получить тяжелую бронетехнику, и танки, и бронетранспортеры, и артиллерийские системы. И я думаю, что на подходе уже как раз вот самолеты, многофункциональные самолеты, истребители. Андрей Алексеевич, хотелось бы еще немного о цифрах поговорить. Ну, во-первых, я напомню то, что было озвучено в нашем материале, что собрать для Украины как минимум два танковых батальона, каждый из которых может насчитывать более 30 машин, это основная задача сейчас для европейских партнеров. При этом, я напомню, что говорил президент Зеленский еще в понедельник, в начале этой недели, до решения Германии 25-го числа. Я процитирую. Вы должны четко понимать, когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, там просто некому воевать, они боятся, они не мотивированы, и это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10, 20, 50 танков, не решает проблему. Ну, соответственно, мне хочется понять, когда, может быть, каким количеством, и во временном промежутке, полгода, например, когда говорят, да, что будут накапливаться танки, какое количество танков должна Украина накопить для того, чтобы эта проблема была решена? Ну, я бы ориентировался на ту цифру, которую сказал Вовком генерал Залужный. 300? 300 танков, да. Это две бригады, я так понимаю. И это даст возможность проводить такие прорывы, наступательные действия и освобождать захваченные наши территории. Но, опять же, сейчас это самое начало, скажем, вот этой вот процесса поставки танковой техники на Украину. Естественно, ну, в таких скоростных режимах, ну, никто не работал, даже когда она поставлялась там по обычным контрактам. Вот сейчас ищутся пути, как этот процесс ускорить. Действительно, очень важна подготовка экипажа и подготовка технического персонала, и обеспечение ремонта этих танков. Вот, но я думаю, что опыт-то уже есть, опыт есть уже на другой бронетехнике. Я думаю, тех ошибок уже не будет. Поэтому я реально вижу, что это вопрос нескольких недель. По крайней мере, выход на первую позицию, как вы сказали, два батальона. Вот, а потом параллельно, я думаю, что объемы будут нарастать. Тем более, что, в общем-то, танки и, ну, и Леопарды, и танки Абрамс, они есть в достаточном количестве того, чтобы удовлетворить вот эти вот запросы Украины. Челленджер, который поставляет Великобритания, их действительно немного. Всего выпущено 300 штук, из которых 14 вот нам передает танковую роту. А Леопарды, и особенно Абрамсы, их много. Леопардов около трех тысяч, Абрамсов около десяти тысяч. Вот, поэтому я думаю, сейчас будут искаться оптимизация вот этих вот путей поставки. И после первой пилотной серии поступления будут интенсифицированы. Но если мы говорим об оптимистичных все-таки прогнозах, применены вот эти танки в бою, когда могут быть? Вот я смотрю мнение тоже вот ваших коллег, которые в этой сфере сейчас очень много комментируют и анализируют. И о Леопардах понятно. Я еще напомню, что Канада тоже готова предоставить такие танки. Об этом вчера сказал президент Украины Владимир Зеленский. Сказал, что уже 12 стран готовы Украине предоставить именно Леопарды. Также мы говорим с вами о Абрамсах. И, насколько я понимаю, есть, ну, два варианта, если мы говорим об Абрамсах. Это те, которые машины, которые сняты с вооружения корпуса морской пехоты. Если мы о ней говорим, то это одна история, говоря уже о поставках. А если мы говорим о Абрамсах, которые сейчас находятся в хранилищах тоже, да, в Соединенных Штатах Америки, это другая история. То есть логистическая картина, на самом деле, какие-то... Ну, правильно же мы, Андрей, понимаем, что какая-то часть может раньше прийти, какая-то часть позже. И уже в зависимости от этого они будут применяться на поле боя. Это же не означает, что мы будем ждать все то количество, о котором мы сейчас говорим? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, я хочу сказать, что в Соединенных Штатах Америки есть очень четкая система поставок оружия. В принципе, это, ну, может быть, единственная страна в мире, которой она прописана от А до Я полностью, как это делается. Потому что, ну, в принципе, они много оружия поставляют. Они поставляют оружие порядка 100, более 100 стран мира. Поэтому, ну, сейчас эта машина запущена, политическое решение принято. И сейчас, ну, я думаю, военные очень быстро отработают это, потому что понимают необходимость быстрой поставки. Я хочу сказать, что, ну, если, скажем, в мирное время поставка оружия по вот этим процедурам составляет 3-4 года, то сейчас, когда началась война, то эта поставка составляет уже, может быть, несколько недель или месяцев, понимаете, в зависимости там от номенклатуры. Вот. То есть, ну, тут сейчас беспрецедентно и делают такие, ну, всякие ускорители вот этих всех процессов. Поэтому, естественно, и что также очень важно, что есть четкое взаимодействие с Генеральным штабом, с Министерством обороны Украины. То есть, они знают, ну, прямо там, ну, такие очень срочные, значит, ну, необходимость поставки. То есть, минимально необходимое количество танков, которое просто должно быть завтра. Я думаю, под это все, ну, под это все подгоняется и ориентируется этот процесс. Вот, кстати, хотелось бы еще по поводу политического решения, о котором вы упомянули, немножко развить эту тему. Вначале заявление Олафа Шольца. Пусть Путин не рассчитывает на уменьшение поддержки Украины западом. Такое заявление в эфире немецкого обещателя ЦДФ сделал канцлер Германии Олаф Шольц и назвал решение предоставить Украине танки Леопард очень четким сигналом Кремлю. Также он считает, что президент страны-агрессора не жалеет ресурсов и готовится к долгой войне. Впрочем, Шольц подчеркнул, что между Россией и НАТО не должно быть войны. Именно поэтому он и президент США Джо Байден четко дали понять, что никакие истребители не будут доставлены или наземные войска не будут отправлены в Украину. Вот тут хотелось бы сразу несколько аспектов. Ну, во-первых, знаете, это как в популярной шутке. Нам никогда не дадут джавелины, нам никогда не дадут леопарды, нам никогда не дадут хаймарсы, нам никогда не дадут абрамсы. Вы находитесь здесь, да, вот сейчас, в этой точке. Пока, да, понятно, что никто войска отправлять не будет. По поводу истребителей, ну, не знаю. Тут несколько спорный момент, но меня интересует в первую очередь, почему Олаф Шольц таки принял это решение, потому что долго он не решался это сделать. Это давление со стороны партнеров, это решение, спровоцированное каким-то поведением Кремля в отношении Германии. Что именно побудило Германию принять такие решения по поводу Леопардов-2 тех же? Ну, я думаю, это и то, и то, что вы сказали. Ну, то, что, то, что как бы делает Россия у нас в ходе войны, ему это понятно, потому что он это видел, ему это докладывают, ну, те его политики, которые периодически нас посещают и видят самые горячие точки. Вот, украины. То есть, да, ну, скажем, поведение России, оно и является определяющим. Далее, ну, как бы он должен учитывать мнение, он президент, он выбран, в общем-то, ну, представляет интересы всей страны. То есть, в Германии тоже есть разные течения. И, опять же, ну, Германия, ну, как бы она очень технически, очень технократическая страна, технократная страна. То есть, ну, мы знаем очень сильный инжиниринг, да, немецкой промышленности. Продукция, ну, она, ну, исторически ориентирована была на Россию. И поэтому, ну, с этими людьми, с этими представителями также нужны какие-то, ну, дискуссии, разговоры. Нужно их тоже убеждать. Нужно искать какие-то балансы. Потому что, ну, они будут терять, они будут терять очень серьезные суммы из-за того, что вот сейчас, в краткосрочной перспективе, они теряют какие-то контракты с Россией. То есть, на это ушло тоже определенное время. Кстати, ну, в Германии тоже там разные течения существуют и сейчас. И поэтому на это ушло время. Ну, и дальше, как бы, третий уровень, это уровень такой геополитический. Германия, это является, ну, такой основной страной НАТО в Европе. И, в общем-то, тоже идут очень серьезные балансы и, ну, дискуссии. Потому что, ну, опять же, если, ну, какая-то, скажем, небольшая тактическая ошибка потом вызовет такую стратегическую катастрофу для всего блока. То есть, ну, фактически там нападение на одну из стран, то придется, как бы, отвечать всем. Поэтому вот эти все моменты, они просчитываются, дискутируются. И действительно, видимо, были опасения. Ну, мы, я думаю, что после Рамштайн, я бы не назвал это давлением. Просто, ну, опять же, были дискуссии. И, в общем-то, я думаю, что вот как раз соблюдение и развитие демократических принципов и европейских ценностей, оно преобладало. А для стран, лидеров стран Европы сейчас очевидно, что, в принципе, Украина полностью разделяет эти ценности и, в общем-то, борется за них в ходе вот этой войны. А что может этим танкам, этим видам вооружения, о которых мы сегодня говорим, Леопарда, Хабрамса, Челленджи, чем может противостоять Российская Федерация, вооруженные силы Российской Федерации? Есть все-таки такая тактическое использование в ходе войны танки против танков. И имеет место быть, да, такая тактика. Скажем так, какие танки тогда и какие виды танков могут использовать вооруженные силы Российской Федерации против тех же Леопардов? Ну, значит, я бы сказал, что по танкам, ну, те танки, которые, возможно, как-то выходят на один уровень там с ними, это вот Т-90, вот та-та, Армата, они существуют в небольшом количестве, Армата вообще это экспериментальный образец, там, он рекламировался, два раза проехал по Красной площади, ну, пока мы его не видим нигде. Есть Т-90 танк, который, прорыв, который там, в общем-то, рекламируется, ну, там действительно есть и приборы такие улучшенные, ночного видения и система управления огнем там новая, вот, но все равно, я думаю, что они по уровню все-таки боевого потенциала они проигрывают Леопарду, вот. Я думаю, что самую большую угрозу для этих танков будут представлять российские противотанковые ракетные системы, такие как Корнет, они, в принципе, ну, распространены, они на вооружении и, я так понимаю, есть большие запасы их. И их, в общем-то, изготовление, я думаю, фактически, оно, ну, большая часть деталей, они производятся все-таки в Российской Федерации, хотя часть их завозится. То есть, я думаю, что они будут ставить упор на противотанковые ракетные комплексы и, в принципе, вот на это, ну, и авиация, штурмовая авиация у них, как бы, есть, они, в авиации они еще, как бы, доминируют. Вот, чтобы это доминирование убрать, как раз, вот, новый истребитель, многофункциональный, он бы серьезно нам помог, потому что авиации, ну, авиации есть, мы знаем, там, Су-25, у них Су-35, неуправляемая ракета, это же как раз, в общем-то, для борьбы с бронетехникой, и, ну, они предназначены и делаются для этого. Да, Андрей Алексеевич, мы начали говорить уже о Т-90М, насколько я сейчас смотрю по цифрам, не так много их на вооружении у Российской Федерации, ну, и плюс, если мы говорим о том, как производятся они, с какой скоростью, то, ну, по крайней мере, говорят о том, что это максимум 10 штук в месяц, то есть количество, я так понимаю, не настолько может позволить, наверное, выводить их, ну, скажем так, в огромном количестве на поле боя. Вам благодарны сегодня за участие в нашем эфире. Андрей Алексеевич Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины был с нами на связи.